Встреча начали с обсуждения вопроса о предстоящих выборах. Владимир Нестеров рассказал, что после 4 сентября округ заживет почти самостоятельной жизнью. На местах появятся 10 депутатов и глава. Проблемы, с которыми сельская администрация самостоятельно справиться не сможет, будет решать районная власть. Система здравоохранения. Невозможно во всех небольших территориях настроить свои больницы, галатуре и так далее. Или система образования. Конечно, требует объединения усилий в рамках района. Говорили и о местном общественном совете. В Кутузовском сельском округе его создали на днях. В нем 17 активистов. Эти люди, возможно, составят костяк будущего совета депутатов. И вообще, считает Владимир Нестеров, общественный совет поможет приблизить власть к народу. Глава призвал остальное население также проявлять инициативу. Не бояться избираться старшими по дому и подъезду. Тем более, что это стало выгодно. Чтобы старших по домам, по улицам заинтересовать, мы реально будем предоставлять льготы по оплате за жилищную коммунальную штуку. В каких объемах, зависит от того объема работ, которые старшие по домам будут производить. Не обошли стороной и коммунально-бытовые вопросы. Из зала звучали жалобы на плохие дороги придомовых территорий. Жителям объяснили – проблема в стадии разрешения. Уже найдены спонсоры, в ближайшее время начнутся ремонтные работы. В опасных местах появятся лежачие полицейские. Не устраивает кутузовцев и уличное освещение. Несущие конструкции фонарей деревянные. А 15% линий электропередач не функционирует вообще. Когда совхоз Крюковский построил вот этот поселок наш, на баланс и уличное освещение было в совхозе. Когда совхоз Крюковский передавал на баланс муниципальную собственность, жилые дома, они уличное освещение на баланс не передали. Значит, потом, когда городское хозяйство передавали на баланс жилком сервис А, так же никто на баланс не передавался. Боколо пяти лет уличное освещение фактически содержало администрацию Кутузовского сельского округа. Хотя сами сети принадлежали открытому акционерному обществу Мосэнерго. Этот вопрос пока остается открытым. На проблемах качества воды, отопления, состояния подъездов глава остановился подробно. Сообщил, что организация жилком сервис А, которая отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство местных населенных пунктов, в стадии банкротства. Выход перевести объекты жилищно-коммунального хозяйства Кутузовского округа на баланс Солочногорского городского хозяйства. А вот благоустройством главы района и сельской администрации призывают заняться самих жителей. Для этих целей закуплена краска и грунт, а сельчане готовы помочь и собственными средствами. Я вот тут сам думаю, что надо сидеть, понимать, что по чем стоить, прикинуть смету, затраты и уже разговаривать на этой базе, что за счет квартплат или что-то самим ремонтировать. Жильцы сбросились, каждый свой подъезд по меру своих сил. Владимир Нестеров остался доволен итогами мероприятия. По его мнению, встречи с народом лицом к лицу необходимы. Только так сельское население может получить полную информацию о ситуации в районе. Мы же при проведении этих встреч приглашаем всех руководителей, находящихся на данной территории. Это касается и местных властей, это касается руководителей жилищно-коммунальных хозяйств, это касается руководителей значимых организаций, предприятий. Следующий визит глава района намерен сделать в Пешковский сельский округ.